Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Владимир. Роман, а что для вас деньги? Деньги – это средство достижения цели. Как обычно говорят. Цель, если взять мою личную цель, то цель оставить что-то полезное, потому что у нас время сейчас такое, в такое время живем. Полезное – это что? Какой критерий? Вы знаете, молодой человек, когда принимает решение поступать в военное училище, он свое сердце сразу отдает стране, родине. И изначально, как я, как офицер, когда поступал еще в военное училище, у меня с самого начала была такая цель – именно служить родине. Я присягу давал. Вы же из семьи потомственные, то есть вы потомственные, да? Отец офицер, мать офицер, вся родня. Это не просто громкие слова, я действительно патриот, и действительно хочется что-то оставить после себя и сделать так, чтобы Россия была сильной. Но до 99-го года все шло по накатанной, было понятно. Была форма, кортик, форма красивая, военно-морская, но занимались финансами. Начальник финансовой службы. Почему вдруг все завершилось? Я уже не видел перспективы в армии, хотя карьера, в принципе, была предначертана. Ушел тогда в бизнес. Там была борьба за выживание, тогда были другие цели. Тяжелое было решение прервать такую семейную традицию? Это было действительно очень тяжелое решение. Это действительно очень тяжело. Меня родители не понимали. Родной брат отца летчик, родной брат матери летчик, родители, всю жизнь по военным гарнизонам. И для меня это было, наверное, самое тяжелое решение за всю мою жизнь. Чтобы оставить службу, уйти на вольные хлеба, я не знал, что это такое, не понимал. И вот вы выходите в мир, тяжелейшее время, только прошел дефолт. Вообще непонятно, что будет. Началась вторая чеченская. И вы, еще же семью надо кормить. А денег-то, я думаю, вежливо говоря, не было совсем. Тогда меня спас сетевой маркетинг. Реально тогда возможностей было много, но знаний не было. Тогда не было знаний. Откуда вдруг появился сетевой маркетинг? От знакомых. Естественно, это бизнес-рекомендации человека к человеку. То есть послушали и поверили, да? Послушал и поверил, и пошел. Но я пошел сразу по финансове. Стал финансовым консультантом и стал делать карьеру. Тогда были только западные фирмы, наших российских не было. Почему закончили эту часть? Почему в какое-то время решили, что надо уйти на вольные хлеба? Уйти из той компании, в которой работали? Я там делал карьеру 16 лет. Я там сделал вершину карьеры, добрался до самого верха. Созрел, пришел к своему. Понял, что надо делать свое, родное. Здесь у нас в России. Почему мы работаем на американцев, на европейцев, всей компании, которые у нас работали? Надо сделать нашу, российскую. Много компаний, которые занимаются мальти-левел-максингом, и постоянно идут споры, не только у нас, но и за рубежом, о том, насколько это морально, является ли это пирамидой. Ну, из названия это уже очевидно, носят элементы пирамиды. Но насколько это законно? Не получится ли, что заработают только ребята, которые это основали, а у всех остальных жесткая беда овец, с которых состригут шерсть? Вот это для меня была задача номер один, показать и доказать, что это действительно есть, это работает, это имеет право на существование. У меня в Санкт-Петербурге офис, там я создал целый юридический отдел. Когда мне пришла задумка создать это предприятие, я собрал юристов, я проведил очень серьезные исследования по тому, что было в нашей стране сделано за всю историю. И поставил задачу перед юридическим отделом создать такое дело, которое будет каждой буквой соответствовать законодательству. чтобы какая-то мелочь не испортила, большое светлое дело. Понимаю, но давайте посмотрим вот в мире. Вы же 16 лет изнутри видели систему. Есть примеры успешных компаний, которые много лет работают и действительно дают возможность людям зарабатывать? Конечно, есть. Дело в том, что все компании, в которых я был, они все по сей день работают и процветают. По сей день все работают. Я никогда не был ни в одной финансовой пирамиде. Для меня вот эти матрицы, вот эти хайпы современные, это просто восклицательный знак. Главный вопрос, чем Роман отличается от Мавроди? Чем Роман? Хороший вопрос. Дело в том, что там была создана конкретно классическая пирамиды финансовая, где было перераспределение денег из одних карманов в другие. По MLM индустрии всегда идет либо услуга, либо какой-то продукт. Это коренное отличие. И когда человек получает конкретный продукт, он свои деньги может всегда вернуть или воспользоваться услугой. Вот в этом и есть разница от пирамиды. Это должно быть соотношение деньги и товар. Конечно. Деньги и услуга. Разумеется. Что предлагаете вы? Вы же предлагаете людям по большому счету мечту. Потому что для каждого нормального человека квартира – это такая мечта. Для многих, к сожалению, практически неосуществимая своя мечта. Вы знаете, самый тяжелый этап своей времени, когда мне нужно было принимать решение создавать нечто новое. Я много ночей и дней провел за компьютером и смотрел, что же сейчас можно придумать, что нужно людям. Что можно придумать, из чего можно сделать бизнес и что будет востребовано. Главное, во что поверят люди. И когда я сел, стал исследовать, все люди, которые идут в какой-то бизнес, в какую-то MLM-компанию, устраиваются на работу. У всех первая задача – это купить жилье. Конечно. Первое – это жилье. Потом, когда есть жилье, они уже думают – яхта, признание, самореализация. А сначала жилье. Ни одна сетевая компания в мире, ни одна, не занимается продвижением каких-то доступных программ. Не жилье, а доступных программ приобретения этого жилья. Основная потребность, одна из основных, и никто это не продвигает. Вот это было эврикой для меня. Я посмотрел, 80% населения в наше строение нуждаются в улучшении жилья. Как это работает? Из всех способов, которые есть на сегодняшний день, есть три способа приобретения жилья. Первое – 100% оплата, то есть купить квартиру. Но таких людей 10-15%. Я думаю, меньше. И ипотека. Если у людей сейчас задать вопрос, спросить, какой способ, все в первую очередь ипотеку. Но ипотека – это три шкуры, то есть ипотека – это очень дорого. И кооперативы. В наше строение порядка 60 тысяч кооперативов, у них есть одна беда. Долгая очередь. Я специалист по маркетингу, по продвижению, по продажам. А долгая очередь куда? Чтобы вступить в кооператив? Нет, вступают в кооператив сразу. Но кооператив – это касса взаимопомощи. То есть втроем собрались, одному купили квартиру. И накапливается очередь. Я принял решение, взял для себя как вызов, решить этот вопрос. Раньше кооператив был проще. Это 100 человек собрались, построили себе сами дом. Жилищно-строительный. Мы жилье не строим. Мы жилье не строим, мы выделяем средства на приобретение этого жилья. То есть люди собираются, это касса взаимопомощи или общество… Ну там скажут, ну хорошо, Мавроди обещал, что будет вкладывать деньги в акции «Газпрома», вы вкладываете деньги в квартиры. А дело в том, что в уставе я исключил любые способы инвестирования, кредитования. То есть мы не берем кредиты, мы никуда не вкладываем. Соответственно, я убрал все риски. Риски когда? Когда инвестируешь или когда берешь кредит? Вот это риски. Риски в другом. Риски в том, что вы вдруг дойдете до точки, когда люди перестанут нести деньги. Ведь, как вы сказали, надо троих, чтобы купить одну квартиру. Да, да. И накопливается, соответственно, очередь. Но, когда уже количество квартир переваливает за несколько сотен приобретенных, возникает возвратный поток денег. Мы втроем собрались, купили вам квартиру. Мы же вам не подарили. Вы 30-35% вынесли, остальное добавили мы вдвоем. Мы вам добавили, вы же возвращаете эти деньги. И когда мы такие квартиры покупаем уже несколько сотен, возникает возвратный поток денег. На что я обратил внимание. Люди рассчитаться, избавиться от бремя какого-то долга, стараются быстрее, чем даже накапливать. Соответственно, возвратный поток денег идет быстрее. По большому счету, мы даем людям квартиру, жилье в рассрочку от 0 до 6%. Нет, тогда это понятно. И если посмотреть реально, мы вам купили квартиру, вы вам 65% добавили, и вы 10 лет рассчитываетесь именно по этой цене. По сути дела, через 10 лет вам квартира достается. Квартируется в рублях? В рублях. Это жилищный кодекс, гражданский кодекс. Каждой букве соответствует все регламентировано. Вы сказали от 0 до 6%. От 0 до 6%. Дело в том, что я сделал программу, которая ускоряет очередь очень сильно. Есть люди, которые не имеют на сегодняшний день достаточно большую сумму. Соответственно, они могут внести в кооператив какой-то паевый взнос, написать обязательство, что они 12 месяцев не будут вставать в очередь. Соответственно, они дают своими деньгами пользоваться тем людям, которые... То есть это вот есть эти 6%? И тогда, нет, как раз они дают, и тогда, когда после 12 месяцев они получают право и приобретают жилье под 0% годовых. Какой срок проходит от момента, когда люди дали деньги и получили квартиру? На сегодняшний день в среднем год. В течение года. То есть получается от момента получения денег и до момента покупки квартир у вас большой риск? Потому что рынки волатильные, может случиться все, что угодно, цены могут измениться. Как здесь избежать рисков? Вот когда люди говорят, каждый день они получают этот вопрос о рисках, но весь интерес в том, что риск отсутствует. К примеру, если человек берет через ипотеку квартиру, если у него какие-то проблемы случились, потеря... Эта часть хорошая. Я просто к тому, как добрать заменяющимся рынком. Ну, смотрите, вы сейчас взяли деньги, а через год только появилась квартира. За этот год инфляция съедает часть суммы. Цены на жилье пока, они, конечно, идут вниз, но могут уйти и вверх, там, все что угодно. Вот эти риски как-то учитываются? Вот, конечно, инфляция никак не учитывается в некоммерческой организации. Нет никакой индексации. Если человек делает какие-то сбережения и аккумулирует средства для приобретения жилья, то он, конечно, никак не защищен от этих перепадов. Но, к примеру, если посмотреть прошлый год, когда был скачок валюты, если посмотреть квартиру в валюте, то она стоила, ну, к примеру, однокомнатная квартира 100 тысяч евро, а сейчас она стоит 50 тысяч евро. Вот в Санкт-Петербурге, допустим. То, если посмотреть в рублях, максимум увеличения цены было на 500 тысяч рублей. То есть, скачки от инфляции в рублях. Но человек может выбрать, где квартира, какая квартира? То есть, как это вот происходит? Ну, вот пришел я, дал денег, говорю, а где будет моя квартира? Вы сами выбираете. О, вон там? Да. Вся прелесть этого кооператива и этой формы кооперации в том, что пайщик, человек, который вступил в кооператив, он сам выбирает жилье. Мои юристы, они только оценивают... Сколько это будет стоить? Делают юридическую экспертизу. И самое главное, нормальная ли это квартира? То есть, чистая ли это квартира? Как правило, покупают на вторичке или на первичном рынке? И первичный, и вторичный покупают. Человек выбирает, а мы оцениваем. Ну, наверное, сразу хочется заключить особые договора с застройщиками, с людьми, которые работают на вторичном рынке, чтобы они сразу предложили набор квартир, чтобы было вкусно. Конечно. Если, допустим, говорить с застройщиками, они могут дать и заключаются договора с застройщиками. Они дают более выгодные цены, потому что это не одна квартира приобретается, а люди. Но вопрос такой, что если застройщик, это один конкретный объект будет, большой дом, в котором есть квартира. Люди могут не захотиться. А у нас федеральный кооператив. Мы покупаем, я сейчас посмотрел, у нас много объектов в Санкт-Петербурге, в Москве есть, даже на Рублевке есть. Но большинство объектов мы покупаем по всей стране. Ну, если два года и 500 пайщиков, и 3000 клиентов, а схема кажется настолько красивой и настолько очевидной, а почему людей мало? Нет ни одной MLM-компании в мире, которая продвигала бы жилищные программы. И нет ни одного жилищного кооператива. И проблема у людей в чем? Недоверие. Потому что большинство кооперативов, они стоят, и люди по два-три года ждут. И они не могут купить. Я решил проблему ускорения этой очереди. Там даже где-то публикации появляются. А, пирамиды. А когда у меня на сцену выходят десятки людей, мы выдаем таблички, ордер, красивые. И когда они получили жилье... А кто вас контролирует? Нас проконтролировали. У нас есть филиалы в Казахстане. Нас проверила прокуратура Казахстана и выдала заключение, что мы полностью отвечаем букве закона. И прокуратура Санкт-Петербурга, Приморского района. Тоже прислали письмо, уведомление. Мы представили все документы. Прошли комплексную проверку. Не только прокуратура. И налоговая, и АБЭП. Полностью прошли. У нас все чисто. Но я с самого начала и ставил задачу. Полная прозрачность. Ни одна копейка с счета кооператива не может уйти никуда. Ее даже снять нельзя. Очень три статьи. Денег пришло. Денег пошло на покупку жилья. И остаток на счете. Если пайщик внес 2000 евро, внес на счет кооператива, то эти деньги поступают как оплата, как бонус тому человека, кто его привлек. По большому счету человек получает возможности заработать. То есть, если человек внес вступительный взнос, он стал членом кооператива, у меня есть люди, которые уже заработали себе на жилье, привлекая других пайщиков. Потому что, ну да, у него нет средств на жилье. Он получает какую-то свою зарплату. Он начинает рассказывать и транслировать идею кооператива. Как вербовщик. Да, как вербовщик. Он просто рассказывает. И сколько за вербовку платите? Ну, минимальная оплата, самая маленькая оплата 240 евро. Это самый первый клиент. За второго же 480 евро. Дальше идет по системе MLM. Беда всех MLM-компаний, что там какой-то юрист, профессор, сделал компанию и сидит, и там кто-то там работает. Я сам делаю. Я сам прошел всю карьерную лестницу, и я сам сейчас вживую в этом участвую. Я и сейчас продаю. Ходит заблуждение об MLM-индустрии, что это какие-то маленькие деньги. Если этим заниматься действительно серьезно, и только этим, то это достаточно серьезные деньги, которые позволяют купить и дом, и дачу, и обеспечить себе накопительный пенсионный капитал. Или, если хотите, родовой капитал. Философия MLM, вообще MLM-индустрии, она такая, что постоянно проводятся какие-то обучения, тренинги. И когда ты работаешь с людьми, ты вынужден развиваться. А иначе ты будешь буксовать. То есть ты каждый раз должен вовлечься новых и новых людей? Новые и новые, они всегда будут привлекаться. Просто те люди, которых ты привлек, к которым ты проводишь тренинги, один тренинг, второй, третий, четвертый, ты их должен чем-то интересовать. Ты должен быть лидером. Ты хоть на пол вареника, но должен быть выше все равно. Поэтому ты должен обязательно работать над собой. Складывается своя команда? Команда, которую ты должен вести. Вы эту команду перевели с собой в новый бизнес? Конечно. Роман, а что это за умение? Это умение совращать? То есть, по большому счету, вы же апеллируете к каким качествам человека? Вы ему говорите, старичок, сейчас-то приведи парочка-тройка лопухов, они дадут бабла, и ты с этого будешь нереально богат. Ни один человек в малом индустрии, если он будет пользоваться такой философией, он не сделает карьеру. Он может привести несколько, как вы говорите, лопухов, но завтра... Потом они соберутся дадут по башке, да? Не то, что по башке, но просто потом к твоему слову никто не прислушивается. Самое главное – это честность. Нет ни одной компании, в которой я работал, которая бы рухнула, они до сих пор процветают и работают. Все клиенты довольны. Роман, имидж, доверие, честность – это хорошо. А если что, куда приходить? С кого требовать? Хороший вопрос. Я готов всегда отвечать перед своими клиентами, потому что я всегда перед ними. Вы говорили раньше, что нет такого момента, когда вот деньги накопились, и их можно взять все и сбежать. Такого нет момента. Их просто нет, этих денег. Нет, деньги есть, но они тратятся сразу на квартиру. На жилье. На счете компании максимум на одну, на вторую квартиру накапливается, и сразу покупается жилье. Прозрачная очередь, и если человек смотрит, что на его объект собрали квартиру, уже не даст спокойно жить. Вот, деньги есть, покупайте мне жилье, я хочу заехать туда. А если человек, который должен вернуть долг в течение 10 лет, говорит, да идите вы, не буду платить, что дальше? Опять же, это защищено жилищным кодексом. Квартиры, все объекты недвижимости приобретаются на кооператив. Мы в том-то и дело, что мы не выдаем. То есть собственник является кооператив. Кооператив. Если клиент рассчитывается, он получает свое жилье. Если не рассчитывается, тогда мы ему 100% отдаем деньги, которые он внес, а квартира передается следующим по очереди. Потому что кооператив – это очередь жаждущих приобрести жилье. И когда мы делаем экспертизу, мы берем только те объекты. То есть все эти отношения, они прописаны в договоре? Прописаны в договоре по накоплению. Они прописаны у нас в уставе кооператива. И это по закону. Это по закону. Когда нам пришла из прокуратуры запрос, что вы выдаёте кредиты, то есть у вас должна быть лицензия из Центробанка, то есть вы выдаёте ипотеку. Я говорю, мы кредиты не выдаём. Мы приобретаем жильё, и это тоже большой плюс. Не на клиента его оформляем, а на пайщика. Он рассчитался, он получает жильё. С этой частью более-менее, то есть там, наверное, понятно. Но вот меня очень интересует вторая часть вашего бизнеса, когда вы выходите к людям и объясняете им, как жить дальше. Это только для того, чтобы они стали членами кооператива? Когда я выхожу к людям, я рассказываю по большому счёту о себе. Как жить дальше? Самая большая беда 90% населения, то, что они не умеют принимать решения. Я выхожу, принимаю решения. Двигайся. Жизнь, она короткая. Твоё время истекает. Если живёшь, живи сейчас. Жильё тебе нужно. Получай его сейчас. Двигайся, принимай решения, зарабатывай. Но те люди, которые приходят, они приходят только, чтобы понять что-то про жильё или того, чтобы понять что-то про себя. Вот кто пользуется вашими тренингами? Вы знаете, когда в баню идёт группа людей, кто-то идёт туда пиво попить, кто-то попарится, а кто-то просто пообщаться с друзьями. Поэтому каждый приходит за своим. Потом, может быть, у кого-то открываются глаза, проходит какое-то прозрение, кто-то хочет уже каких-то других целей достичь в своей жизни. Поэтому каждый приходит за своим, у каждого своя цель, у кого-то просто квартира. У кого-то заработать денег, у кого-то обеспечить себе пенсию, будущее. Кто-то любит учиться, потому что то, что у нас своя собственная академия, имеющая государственную лицензию, образовательная академия, очень многих подстегивает, потому что они хотят учиться. У меня закрытая академия, она работает только на обучение моих сотрудников, консультантов компании. И обучение разное. У меня партнеры, мировые бизнес-тренеры. Это мировые имена, с которыми у меня очень теплое отношение. Я их регулярно приглашаю на бизнес-тренинги, на проведение бизнес-тренингов. И они со мной подписали сертификат о партнерских отношениях в образовательном плане. И у меня эти сертификаты на сайте. Учат они чему? Алан Пис. Человек, который учит, ну, по большому счету, правильность ведения переговоров, учит очень правильному пониманию жизни. И вообще это очень хороший, веселый человек. Дагвит, советник президента США Джорджа Буша прошлого. Человек-историк, меценат, который делает великолепные тренинги по мотивации, по достижению цели. Боб Дойл, автор фильма «Секрет». То есть человек, который учит позитивно мыслить. То есть и это все в комплексе, и другие тренеры тоже. Все в комплексе. Оно дает очень мощную мотивацию и понимание в жизни. То есть такой личностный развитие. Личностный рост обязательно. И, конечно, по продажам. Чемпион мира по продажам Андреас Винц из Германии. Он прекрасно ведет тренинги по продажам. А какой у них чемпионат проводится? Он работал в разных европейских компаниях. И вот в своих компаниях, он там среди 18 стран, он занимал первое место по продажам. Он продавал финансовые услуги, инвестиционные услуги, строковые услуги, какие-то товары. И он всегда был первым. И, естественно, человек, который умеет продавать, ему же все равно, что продавать. Дело-то не в том, что ты продаешь. Как ты это делаешь? И он делает прекрасно. То есть это всегда немножко психология? Всегда. Они разбираются. Если человек не хочет получать свои жилищные условия, у него уже есть. Но ему интересная основа психологии, как это преподается. Он захочет прийти на семинар. Сколько ему это стоит денег? У меня интересно. Есть общие семинары, базовые, которые имеют просто себе стома из проживания в отеле, аренды конференц-зала. Я не беру за обучение денег. Очень важно. Я инвестирую в средства каждого консультанта. Я выращиваю лидера. И я вижу, если человек по системе, он сделал результаты, я заинтересован в него инвестировать, чтобы он был еще более эффективен. Я оплачиваю обучение. И пока я человека доведу до вершины карьеры, порядка 100 тысяч долларов, я инвестирую в образование каждого. Я приглашаю бизнес-тренеров. Я оплачиваю бизнес-тренеров. Но люди могут в себя инвестировать? Они могут, например, получить знания, но работать не внутри вас? Те люди, которые у меня получают образование, они свободные. Потому что MLM – это бизнес свободного предпринимательства. Они не связаны с жесткими условиями. Хочешь работать, не хочешь не работать. Есть люди, которые у меня прошли обучение, работают где-то, используют эти знания. Есть. Но за эти два года от меня не ушло ни одного директора, ну, топ-менеджера. За эти два года ко мне пришло порядка 50 топ-менеджеров. 50 топ-менеджеров – это готовых людей, специалистов, которые пришли ко мне. Не ушло ни одного. Но если они приходят, им же надо платить? Они приходят, они зарабатывают. То есть они приходят и говорят, старичок, я вот бросил работу, я сейчас начну с какого уровня? Чтобы зарабатывать, у меня уже должна быть сеть. Как правило, все начинают с нуля. И они быстро набирают свою сеть. Потому что если топ-менеджер приходит… То есть они подтягивают свои бывшие клиенты. Конечно, за ними приходят люди. У каждого лидера есть своя команда, которая, как правило, ну, 50%, если лидер уходит куда-то, 50% этой команды, как правило, идет следом. Что меня смущает? Вот вижу все, не понимая прозрачности в деньгах. Ну, хорошо, к вам приходят к концу дня и говорят, налоги платить будем? Конечно. Вы им говорите, да, с чего? Вот налоги-то где? То есть как? По предприятию полная прозрачность. Кооператив – это некоммерческая организация, не платит налоги, освобождена от уплаты налогов. Это кооператив, потому что там нет дохода и прибыли. Каждый консультант, который получает свой гонора, в своем договоре имеет такую запись, что налогу ответственность он несет сам. Он, получая доход, как законопослушный гражданин, обязан пойти задекларировать и заплатить налог. Это их дело. Потому что для того, чтобы мне быть… То есть каждый из них де-факто индивидуальный предприниматель? Да. Если все так просто, почему не все это делают? Это очень непросто. Для того, чтобы это создать, нужно иметь как минимум два десятка лет опыт в МЛМ-индустрии. Мы друг друга в России, вот таких специалистов, мы друг друга все на пальцах знаем. У нас нет нормальных, квалифицированных специалистов в МЛМ-индустрии. У нас в России нет. То есть нет достаточного количества людей, которые могут убедить, воспитать и подготовить вот эту… Я не беру внимание… Армию экспертов? Армию людей, которые продают зубные пасты или пищевые добавки. То есть этих людей армия, а специалистов, которые могут это организовать, у нас практически нет в России. Ну, трагедия МЛМ-индустрии всегда была очень простая. Продукт. Продукт. Я когда-то занимался МЛМ-индустрией в Штатах, и я продавал огнетушители от двери к двери, там, получал разное за достижение, там, чего-то, кого-то привлекал. И все было бы ничего. Я даже там насмерть пугал обитателей маленького городка Тупола в штате Миссисипи, когда объяснял такой большой негритянской женщине, как сейчас дом будет гореть, и надо обработать дорожки. Именно этой жидкости, чтобы надо перебежать и купить лесенку, чтобы она ее выкатила. Я не представляю, правда, как сами двумя сотнями килограммами она бы по этой лесенке попыталась вылезти из окна, но пожар заставит. То есть все шло хорошо, пока я не видел, как в обычном магазине, те же самые средства продаются раз в 10 дешевле. Компания, в конечном итоге, я думаю, рухнула. Известно, что проблема Гербалайфа была очень простая. Все говорили, что вау-вау, круто, пока не начались проблемы с тем, что, в частности, создатель Гербалайфа в слишком раннем возрасте ушел из жизни. Поэтому теория, потому что это вечная молодость, как-то разбилась. У Мавроди все было бы здорово, пока вдруг неожиданно, не задали вопрос, мужик, а бабки где? То есть где продукт? Поэтому, с другой стороны, у нас есть там тот же цептор, который, как я понимаю, MLM индустрии же. MLM, да. Но есть хотя бы продукт. Есть. Есть Avon, или как называется, да? Avon, Amway, достаточно много серьезных компаний. Да, но в том плане, что это кос... и люди понимают, что это много-много лет есть, и ничего не происходит. То есть вы говорите, что вам удалось избавиться от главной проблемы, это продукт. То есть продукт хорош. Продукт хороший. Почему вашу схему не украдут у вас строительные компании, которые вечно ищут схему привлечения клиентов? Есть момент. У строительной компании есть дольщики, долевое строительство и так далее. Это по большому счету тоже собираются деньги, строятся и потом... Крайне близко. Да, это близко, хорошо. Но на сегодняшний день у застройщиков тоже есть проблемы в реализации. Они могут украсть. Я, пожалуйста, берите, я уже не скрываю, но открыто. Для того, чтобы это сделать, нужно это понимать. Нужно в этом повариться два десятка лет. Ни один застройщик, он никогда, он не знает, что такое МЛМ. Он готов. Они ко мне приходят. Роман, давай, я тебе даю цены. Вот мой дом, реализуй. У меня есть самое важное, у меня есть механизм реализации. Я знаю, как есть, как это делать. Я знаю, как это поставить, обучить. Я понимаю, Роман, но я-то исхожу из другой позиции. Я исхожу из того, что, по сути, для человека, он заплатил треть, две трети, десять лет в рассрочку. Да. Что мешает тому же застройщику предложить эту схему? Он будет в инфляцию очень сильно терять. Застройщик – это бизнесмен, ему деньги нужны. А кооператив – некоммерческая организация. Роман, когда вы говорите о том, что он бизнесмен, а вы нет, извините, не в рубище сидите. Поэтому здесь как-то есть большие человеческие сомнения. Нет ничего плохого быть бизнесменом, плохо людей обманывать. Поэтому важно просто доставлять продукты. Да, но к застройкам схема кооперации, она приемлема. Но, допустим, если взять кооператив, это очередь. Многих застройщиков не устраивать, что через год будут деньги. А ему нужно сейчас, ему действительно нужно вкладывать, обслуживать все это предприятие, строить, заканчивать, рассчитываться с кредитами. То, что я сейчас делаю, это, пожалуйста, я не боюсь, что украдут. Более того, если появляются конкуренты, это дает шанс для мозгового штурма, совершенствования и роста. Я не боюсь конкуренции. Но вы уже заметили, что кто-то пытается… Да, уже появляются, я вас смотрю, в интернете появляются в разных городах, они нас копируют, что-то делают и говорят, слава богу, пусть идут. Во-первых, это то, что мы идем впереди, это подтверждает. Второе, то, что мы интересны, это подтверждает. Третье, подготавливает общественное сознание. Да, люди начинают это делать в других городах и говорят, да, пожалуйста, пусть берут. Но все равно не будет компании такой, как первая, я не пью Кока-Колу, но не будет такой второй Кока-Колы. Роман, а не дай бог с вами что-то случится, что произойдет со всей структурой? Ну, подготовлена система, подготовлен офис, есть счет, есть вся инфраструктура, которая работает. Отлично это не зависит. Не зависит, потому что есть деньги неприкосновенные на счете, есть недвижимость и договора, которые рассчитываются. То есть развитие, конечно, зависит от ваших способностей и талантов, но, не дай бог что, то есть механизм будет продолжать. Развитие зависит, согласен, но риск самого предприятия абсолютно не зависит, потому что там все прозрачно, абсолютно прозрачно. Роман, а родители как относятся к тому, что вы сейчас делаете? Родители меня поддержали с самого начала, когда я это ставил. Более того, у меня мама как военная, она была начальником секретной части, и она очень такой буквоед в документах. Она мне очень здорово помогла с самого начала ставить и делать документы для кооператива. То есть мы просто работали вместе. И папа, и мама, они вместе со мной здесь, в этом же бизнесе, они постоянно участвуют во всех мероприятиях. Я очень рад, что у меня семья меня поддерживает. Ну и как я понимаю, у вас вот эта военная косточка, которая никак не дает вам покоя, поэтому и много благотворительности связаны с офицерскими делами. Ну как Суворов сказал, непобедим тот народ, который чтит традиции. И если ты чтишь традиции, значит ты будешь долго жить. Я сделал эту традицию в своей компании, в которой каждый год мы проводим офицерский бал, посвященный Дню Победы. Каждый май месяц. Каждый год. Вот. Роман, извините, ну что должно произойти в жизни потомственного офицера, что он пошел в финансовое училище? Поскольку я вырос... Ну военные-военные, но военные финансисты, это что такое? Я не могу себе представить маленького мальчика, который говорит, мечтаю стать маршалом финансовых войск. Да, да, да. Расскажу эту историю. Поскольку я жил в военных гарнизонах, вырос, и школу закончил военных гарнизонах, среди военных полностью ОТДО. Конечно, у меня родной брат отца летчик-истребитель, отец в авиации, мать в авиации, родной брат отца в авиации, все в авиации. Я, естественно, должен быть летчиком, я хотел поступить в летное училище. Но беда в том, что родной брат моего отца, летчик-истребитель, он погиб во время военных действий в 71-м году. Меня привели в штаб морской авиации и провели по кабинетам. Завели финансовую службу, там два офицера, и рассказали, что и как, и поскольку, знаете, когда я пришел на службу, говорит, этот лейтенант службу понял, поскольку в этом вырос. Я понял, что я должен все-таки идти финансово. Хотя первая моя реакция была такая же, как у вас. Я, офицер, с бумажками возится. А потом я понял, что я сделал самый правильный выбор. Да, вот так морская авиация приучила к деньгам, и отвыкнуть от них не удается. Роман, спасибо вам большое. Сделайте доброе дело, сделайте так, чтобы о вас никогда не говорили, как о мавроде, а чтобы многие-многие люди говорили вам спасибо, проживая в своих квартирах, которые им удастся купить, выплатить и наслаждаться жизнью со своими детьми. Потому что патриотизм начинается с уверенности в завтрашнем дне, ну и в чтении традиций. Я это сделаю сто процентов, это я гарантирую и даю слово. Я именно для этого и занялся этим делом.